привет друзья мы говорим о человечности но человека любой который вот думает над тем что у него проблемы какие-то там ну может быть там дом строит может быть там деньги зарабатывает может быть выживает потому что не знает где взять кредит там и так далее и вдруг ему предлагается создавать науку о человечности с критериями науки чтобы да именно поэтому именно поэтому что ее нет этой науки пока поэтому все проблемы такие тяжелые поэтому все время все находится в такой неопределенности бифуркации когда все на нас валится и мы не знаем что нам делать и тут вдруг предлагается давайте вместе все соберемся создавать науку о человечности на самом деле если глубоко человек задумывается он понимает кем бы он не был юристом художник писатель поэт да ведь он в глубине своей души как раз таки об этом и переживает сейчас объясню почему и сейчас скажу что вот только недавно я проводил занятие по скайпу и там была женщина у нее брат в очень тяжелом положении есть сейчас не до того чтобы создавать науку о человечности на первый взгляд на первый взгляд но вот она делала по методике ключ разгрузку но вы знаете участники школы человек большего хомофатуры что такое разгрузка это когда делаешь повторяемое движение подключаешь туда переживая о чем ты переживаешь набрать и переживает она переживает а братья переживает а братья переживает а братья переживает а братья вот эта проблема как ему помочь он там таком состоянии как ему поможет она переживает а братья и пропускает через себя пропускает себя но на На фоне повторяемых движений я вам сразу методику подсказываю новичкам, которые не знают, что такое разгрузка. Надо переживать, о чем ты переживаешь. И вот ты переживаешь, о чем ты переживаешь, но на фоне простейшего подобранного для себя подтворяемого действия. Хочешь, сиди вот так вот, делай повторяемое движение. Хочешь, сиди вот так вот, делай вот так вот. Что тебе удобнее, подбери, делай, делай, делай и переживай, 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 если слезы пойдут, плачь. Если хочется улыбаться, улыбаешься. Если хочется смеяться, смейся. Никто тебе не мешает. Это называется свобода в чистом поле. Ты делаешь и делаешь и делаешь, и потом вдруг я тебе говорил, и ты это помнишь. Есть там стадия после действия. Обязательно в технологии по методу ключ, в первые разы, когда ты это делаешь, разгрузку, там есть стадия после действия. То есть потом надо сесть, пустить мысль на самотек, сделать взгляд такой свободный, рассеянный, рассеянный, свободный поток сознания. И она вот так сделала, и она села вот так вот, села, сейчас я очень важные вещи скажу. Она так села, 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 посидела. И я говорю, ну как там? Она говорит, да ничего, вроде напряжение снялось. Ну, а что там в глубине? Теперь внимание. На самой глубине души, при глубоком проникновении в себя, в состоянии сброса напряжения, забот, впечатлений, тревог, страхов, всяких шаблонов, комплексов, стереотипов. Она мне говорит, такая тишина, такой покой. Я спрашиваю, а чувство какое вот насчет всего этого? Она говорит, такая уверенность, что я справлюсь. Вот это глубокое проникновение в глубину себя, в самой глубине вот этого покоя, бездонность, бесконечность, безвремение. Вот это состояние называется состояние нуля. Это состояние так необходимо нам каждому, и поэтому я сказал. Вот сейчас я подсказал, как это сделать. Под описанием, под видео, там все контакты в Школу Свободы, да. Там вебинары посмотрите, там посмотрите, бесплатный ликбез постоянно мы проводим. Посмотрите, вот это глубокое проникновение после разгрузки, в стадии после действия, в эту глубинную тишину, в этот покой. Надо в этот момент внимание закрепить и запомнить на всю жизнь, где бы вы ни были, в каких бы трагедиях или в счастье, или перед чемпионатом мира, или болеете просто за футбол, если вы захотите, чтобы вы могли легко вспомнить, и оно вам поможет. Если вы болеете, вы почувствуете себя свободнее. Если вы там готовитесь к чемпионату мира, у вас появится дополнительная энергия. Если вы пишете стихи, у вас появится новое вдохновение. Это все зависит от того, куда вы эту нирвану задействуете. Когда вы так несколько раз сделаете разгрузку и посидите с рассеянным взглядом, в этом глубоком проникновении в эту тишину, и закреплении этой тишины в памяти, на все случаи жизни помечтаете, где бы вы ни находились, какой бы трагедии или вдохновения, то вы этим самым подключаете еще больше ресурсов. Раньше это делали как? С помощью внешних воздействий. Вот видите у меня на картине? Картина называется «Старинный сеанс гипноз». Видите, какая картина интересная? Вот она там что-то делает, она что-то там нашептывала, может, бормотала, может быть, ему внушала, может быть, установки закладывала. А он юноша, там какой-то рыцарь, он там вот там расслабился. Но все равно он там подглядывает на девушку, да? Какой бы он ни был, там где-то у него в глубине все-таки он подросток какой-то. Ну, юноша, будущий, а может, уже и не будущий принц, а может быть, будущий депутат какой-то, а может быть, будущий академик. И он там постепенно погружается. Вы помните, после массажа вы погружаетесь, или в ванне погружаетесь, или душ принимаете, погружаетесь. Я вам все еще раз расскажу, как я изобретения делаю. Знаю эти механизмы, включая. И вот, сегодня вы уже можете это делать без внешней, посторонней помощи. Как и мечтал Шульц, который написал, мечтаю создать систему, аутотренинг он создал, аутогенную тренировку, чтобы человек сам управлял своим состоянием, без всякой зависимости и внешней помощи. Но он создал аутотренинг, а я создал ключ, потому что в аутотренинге надо было ложиться, сидеть в позе кучера, долго тренироваться. А ключ, принцип отбора, ну ладно, вы это уже все знаете. Если не знаете, читайте книжку «Украшение стресса» у меня там, в меню магазина «Украшение стресса». Сейчас новое выйдет. Не забудьте почитать в Редера, там, национальная идея России, генератор будущего. Там вот как ментальности Востока и Запада можно согласовать, согласовать духовные и материальные ценности, потому что свободы, оказывается, не одна, а две. Внутренняя и внешняя. Внешние свободы пошли в направлении материальных ценностей, первичные, материальные ценности при выборе любого решения. А внутренние свободы, они пошли по первичности духовных ценностей. Да, его надо согласовать это. Ну, короче говоря, я вам потом это все расскажу. Наука нужна, наука нужна о человечности, потому что, когда я задал третий вопрос, о чем же ты там думаешь, когда у тебя такой покой? Она мне и сказала. Да надо, чтобы жизнь была по-человечески. Да вот для того, чтобы жизнь была по-человечески, нужна науку о человечности, которой сегодня нет. Она приписана или религии, или искусству, или литературе, а науки-то нету. Вот же в чем дело, друзья. А вот то, что мы подключаемся к этому и начинаем размышлять об этом, да что же это такое, да как это и прочее. Мы как раз ее вместе с вами и создаем. Потому что, как только появился вопрос, появляются решения. Все достаточно просто. И вот еще интересно, на завершение, сегодня я скажу вам, что у меня был друг мой, Федор Макаров, который главный редактор этой книжки, в этом, в РИДР, про национальная идея России, генератор будущего. Потрясающая вещь, вы представляете? Вы просто посмотрите, там и открытая часть есть, не надо ничего там платить. Открыл, посмотрел, о чем речь идет, сразу поймете. И вот Федор Макаров, мы сегодня с ним разговаривали, и мы с ним делали записи, он будет делать книгу новую, свою, он будет делать фильм, вы помните его, «Ключ к мечте», посмотрите под этим видео, там есть презентация 5 минут, «Ключ к мечте», это Федор сделал Макаров. Так вот, он мне говорит, я теперь понимаю, почему, говорит, вы все время говорите о том, что ключ эффективный, простой, и почему народ весь не знает, не пользуется этим. Потому что, говорит, я вспомнил сейчас, как я, говорит, одному сыну, одного очень великого артиста, которого вы все любите, знаете, но он сам скажет, если захочет, я без согласования не говорю. Очень великя артиста, ну, очень-очень, дальше некуда. Короче говоря, его сын, я ему, говорит, однажды, где-то там показывал упражнения ключа, ну, например, хлёст там, там лыжника показывал, шалтай-болтай, плавательные движения, там все это показывал, а он, говорит, мне, говорит, да знаю, знаю ключ, знаю, да нет, говорит, может, ты не знаешь, а он там физкультурой занимался, он где-то с Федором с ним разговаривал, встретился там, что-то они там разговаривали о фильмах, о сценариях, Фёдор Томакаров у нас сценарист, вот, да знаю, знаю, я, говорит, слышал, да не знаешь ты, это доктор Хосе Алиев, он, говорит, ты забрал, да знаю, слышал, я слышал, а не знает, просто не знает, просто слышал, а вот то, что мы слышали, а тем более много раз, нам кажется уже понятным, там нет вот этого, глубины проникновения в тему, поэтому я вам говорю, хотите понять, что такое ключ, хотите, чтобы быть человеком и понимать, зачем нам наука человечности, и когда мы начинаем это обсуждать, и когда мы начинаем задавать вопросы, и когда мы начинаем делиться там в своих группах, в Фейсбуке, ВКонтакте и прочее, этими видео, вот этими видео, когда мы начинаем делиться, мы не просто уже обсуждаем науку о человечности, которой нет, а теперь должна быть, мы не просто обсуждаем, мы уже помогаем людям, чем бы они ни занимались, хоть хоккеем, хоть писали, изучали диссертацию, мы помогаем всем людям, чтобы отношения были человеческие, и тогда не будут проблем, как сейчас я пытаюсь вытащить из этой страстнейшей ситуации у Марины Камбаровой, там я там введу в канале Право ТВ, введу рубрику Медицина и Право, канал ТВ Право, Медицина и Право, и там мы пытаемся помочь Марине Камбаровой самой психолог, дочка ее, Машенька, психолог, она, Машенька, забрала на воспитание детей из детдома, много лет их воспитывала, и вдруг опека забрала у них детей, без всякого повода, такая несправедливость, такая бесчеловечность, да, и там вот судья, которая вот сейчас адвокат там выступал, выступала, теперь они дальше передали по инстанции на следующее судебное заседание, уже опять идут дни, каждый день это психотравма, а там оказывается его личное дело с его дипломами адвокаты не передали, бесчеловечный поступок, вроде забыт, а он пришел на заседание, а ему говорят, а вы кто, а где ваши документы, он говорит, да я же там, там, в материалах, ой, мы забыли, представляете, и опять отложили, вот этого, чтобы не было, вот этого, чтобы не было, надо создать науку о человечности, обсуждать ее всесторонне, и когда мы задумываемся над этим, и обсуждаем, и даже говорим, да что это там доктор Алиев Хасаид, да что он там в этом человечном понимает, да я знаю этот метод ключ, да бог с ним, и даже когда мы так говорим, мы уже помогаем, мы уже помогаем развивать в нашем мире человечность, да, потому что вопрос поставлен, друзья, и теперь начнут производиться обсуждения и решения, спасибо вам, друзья, за это, задавайте вопросы, пишите под видео свои вопросы, комментарии, этим самым продвигается наш канал Ютуба, чем больше подписчиков, тем больше обсуждения, да, и даже там один единственный, который появится среди сотен плюсов, который обычно у меня бывает всегда, один или два каких-то минуса, даже смешно смотреть, даже он помогает этим, понимаете, до встречи, до встречи, до встречи,